Здравствуйте! Новости нашего города на телеканале Котлос 24 в студии Нелли Филатова. Смотрите выпуски. Сальвычегодск снова замерзает. Местные власти винят управляющую компанию, а те плохую котельную. Из Котлоса на утилизацию и переработку отправилась первая партия старых автомобильных покрышек. Чтобы праздник был у всех, Котлосское отделение Красного Креста провело традиционный новогодний утренник. Сегодня открылась ледовая переправа на 46-м лесозаводе. Зимняя дорога, связывающая Котлос и правобережье Вычигды, функционирует с 2010 года. В прошлом сезоне она открылась 30 декабря, но уже через два дня была закрыта. Виной тому стала провалившаяся под лед фура водителю. Тогда удалось выбраться, а грузовик с прицепом безуспешно пытались поднять четыре дня. В итоге под водой он пробыл три месяца. 9 января 2021 года переправа вновь была запущена и проработала до 27 марта. Протяженность ледовой переправы чуть более двух километров. Подключено освещение и видеокамеры фиксации нарушений. В настоящее время по ней разрешено круглосуточное движение транспорта со скоростью 10 километров в час, ограничение по весу 3,5 тонны. Проезд для водителей бесплатные затраты на обслуживание несет бюджет Котлосского района. На эти цели направлено около полутора миллиона рублей. Кстати, о правобережье. В Сальвичегодске опять морозы. Притом не только на улице, но и в домах некоторых жителей. Местные власти частично перекладывают вину на управляющую компанию, а те, в свою очередь, на плохую котельную. Жители маленького северного городка уже второй раз обращаются в нашу редакцию. По их словам, в последние дни, в период сильных морозов, в некоторых домах температура опять упала ниже нормы. Сейчас у нас 15 градусов тепла. Когда морозы уже стали, у нас температура сразу спадает 15-14 градусов. Я вот и переболела, сейчас у меня муж опять заболел, простыл. В администрации Сальвичегодска проблему признают и, по их словам, делают все для ее решения. На сегодняшний день нами зафиксированы небольшие отклонения от температурного графика, примерно 3-4 градуса. Это связано с сегодняшним качеством угля, но и с погодными условиями. Но вот в некоторых домах, в частности, на Федосеево-11, по словам Андрея Сергеева, в проблеме отопления виноваты и жильцы, и управляющая компания. Жители до сегодняшнего дня устраивали просто осмотры от управляющих компаний. Ремонты средства от собственников не направлялись. Администрация неоднократно выступала перед жителями на общедомовых собраниях, но собственники никак на это не реагировали. Дому 35 лет и необходимо принимать меры к ремонту системы отопления внутри дома. Трубы забиты. Трубы, кстати, начали потихоньку менять. Тем не менее, у директора управляющей компании «Лидер Плюс», которая обслуживает этот дом, совсем другое мнение. Он утверждает, что все проблемы из-за новой котельной. Наше мнение, что у них разбалансирована система центральная, и обратный ход у них передавливают в этом доме. В садике и в детском доме стоят насосы, и даже это не спасает. Просто там люди бюджетные, и они боятся правду сказать или написать жалобу. То есть дело все-таки в котельной, по-вашему? Конечно. Котельная полностью не справляется с объемом. А ведь про новую котельную мы уже рассказывали ранее. У Сульвычегодска появился новый партнер в сфере теплоснабжения – Лишиконская теплоэнергетическая компания, которая же вовсю занимается модернизацией оборудования. Но, судя по потоку жалоб и вновь замерзающим жителям, в городе явно не все так радужно и оптимистично с теплом. Тем временем, глава Сульвычегодска заявил, цитируя, «Ни одной официальной жалобы на отопление сегодня в администрации нет». Из Котласа в подмосковный город Дмитров на утилизацию и переработку отправилась первая партия старых автомобильных покрышек. Предложение о сотрудничестве с Дмитровским заводом появилось в ходе совещания в Министерстве природных ресурсов Архангельской области. В нашем городе уже собрано более 4 тысяч старых покрышек. Первая пробная партия из 2 тысяч отправилась из Котласа на утилизацию 17 декабря. Из старых шин выпускают резиновую крошку, которая является хорошим материалом для покрытия спортивных площадок, беговых дорожек, теннисных кортов. Срок службы такого покрытия не менее 20 лет. А главное, такой материал является экологически чистым. В дальнейшем покрытие можно повторно переработать в резиновую крошку и произвести новые изделия. В рамках реализации проекта произойдет увеличение доли сбора в регионе вторичного сырья. И первый пример сотрудничества в этом направлении – Котлас Дмитров. Сейчас мы рассматриваем проект соглашения о сотрудничестве с предприятием как важную часть программы по внедрению на территории региона раздельного сбора отходов. Перейдем к новогодней тематике, чтобы праздник был у всех. Котласское отделение Красного Креста провело традиционный утренник для своих подопечных детей из разных школ города. Ребята были приглашены на елку в Центр дополнительного образования. Сверкающая елка, сказочные персонажи и, конечно, ожидание главного волшебника. Сегодня в Центре дополнительного образования Котласское отделение Красного Креста устроило настоящий праздник для ребят, которым общественная организация помогала в течение года. Такие новогодние утренники уже традиция. Первый был проведен 10 лет назад для детей, приехавших из Донецка и Луганска. И мы решили, что этот Новый год надо сделать традиционным. И проводили в Красном Кресте уже три года для луганских детей и для детей, которые с Украины приехали. А потом мы стали приглашать детей, ну, разных детей, которых мы опекаем. Подарить детям праздник и веру в чудо нужно для этого немного. Веселая музыка, сказочные персонажи, игры и подарки. Мороз нравится? А Снегурка? Да. Мне все нравится. Вот от руки вы привезли, шла зима с морозами, шла зима к себе домой, снег с лилорозами. С Нового года! Новогодний утренник для детей – итоговое мероприятие для Красного Креста. Работа кипела весь год. Волонтеры собирали подгузники и питание для многодетных семей. Перед началом учебного года 167 учеников Котласа и района получили рюкзаки с необходимыми школьными принадлежностями. Помогали и ковидному госпиталю. 300 наборов «Иван-чая» передали для медперсонала «Красные зоны». Работали с пожилыми людьми. Это проект «Активное долголетие», где задействовано порядка 200 человек. Пенсионеры посещают кружки по интересам, учатся работать с компьютером, общаются и активно проводят время. «Основным, я считаю, для Красного Креста – это то, что мы обучаем первой помощи детей. Но сейчас уже мы провели несколько занятий и для взрослых. Поэтому, естественно, и постоянно помогаем нуждающимся. Вот у кого пожары, мы помогаем с одеждой. У кого что-то очень сложно, мы стараемся помочь. Но чем можем, тем и помогаем». Теперь можно ненадолго выдохнуть и повеселиться в компании детей, помимо развлекательной программы, вручения новогодних подарков. Собрать их помогали администрация города, учебные заведения, горводоканал, ОКИТС, филиал «Трансгазов» приводины, электромеханический завод, предприниматели Александр Меньшаков, Елена Лютова, Андрей Стрекаловский, Николай Трубачев, депутат Госдумы Елена Вторыгина. Подарки предоставили магазины «Лазурь» и «Сладкий мир». Ежегодно принимают участие в акциях «Красного Креста» линейный отдел полиции. Один из сотрудников примерил сегодня и костюм главного волшебника. «Мы принимаем участие в этой акции совместно с отделением городским «Красного Креста», с которым мы являемся товарищами, друзьями. Коллектив «Котласка линейного отдела» поздравляет всех сердечно с поступающим Новым годом». За один день порадовать удалось многих. Утренники прошли в Котласе и в поселке Вычегодский. Традиционные зимние забавы станут доступнее в финансовом плане. С 24 декабря по 16 января на катках в Котласе и Вычегодском снижают цены. На стадионе «Локомотив» услуги катка для детей до 14 лет со своими коньками 50 рублей в час. Для тех, кто старше, цена остается прежней 100 рублей. Прокат коньков для взрослых 220 рублей в час, для детей 150 рублей. В Ичегодском покататься на катке рядом с Домом спорта для детей 50 рублей в час, для взрослых по-прежнему 70, прокат коньков для взрослых 180 рублей в час, для детей 120. Также в празднике изменится время работы катков со 2 по 9 января в Котласе с 12 до 9 вечера, в Ичегодском с 10 утра до 21.30. 7 января – выходной. Интервью с самыми интересными людьми на самые актуальные темы в прямом эфире из студии «Авторадио». Народ хочет знать теперь и в телеэфире. Первым гостем программы стал московский режиссер Дмитрий Ефремов. С ним мы поговорили о новом спектакле «Одолжите тенора», премьера которого состоится 25 и 26 декабря на сцене школы искусств «Гамма». Для чего стоит пойти? Почему стоит пойти и посмотреть? Потому что каждый человек в своей жизни, какой бы она ни была, достоин звездного часа. И у каждого он может быть. Все зависит только от нас. Программу «Народ хочет знать» смотрите на телеканале Котлас 24 после прогноза погоды. Перейдем к потребительской информации. К нам снова приезжает та самая рыба Камчатского края. И это последний раз в этом году. Поэтому, если вы еще не успели закупиться вкусными и полезными деликатесами к праздничному столу, то с 24 по 26 декабря такая возможность у вас будет. От ассортимента разбегаются глаза. Рыба как горячего, так и холодного копчения. Окунь, зубатка, стейки, форели и визитная карточка Камчатского края, белорыбица и чавыча. Которая, кроме того, что очень вкусная, еще и содержит много витаминов и омега-3. Кстати, всю рыбу можно попробовать. Наша продукция готовится из охлажденного продукта. Она не перемороженная, доставляется сразу прямыми рейсами. То есть свежая сразу покупателю на стол. Вся рыбка у нас сертифицирована, что подтверждают соответствующие документы. Среди морских деликатесов палтус, зубатка, корюшка, омуль, семга, тунец, марлин, камчатский краб и вкусная, очень полезная и, самое главное, натуральная красная икра. Сейчас я вам покажу, как определить, что икра настоящая. Добавляем воду в икорочку. И вот должен появиться вот этот белый белок. Вот видно, что образовался белый белок. Это означает, что икра настоящая. Для истинных гурманов здесь настоящий рай, поэтому они возвращаются сюда снова и снова. Попробовали мы сейчас рыбку, очень вкусная, свежая, малосоленая, жирненькая. Мы купили омуля, мы купили белорыбецу попробовать. Любите рыбку? Обязательно. Сюда первый раз приходите? Нет, не первый раз уже. Почему возвращается? Вкусно, свежая и хорошо обращаются. Я взял семгу и чем выше взял. Потому что это самая хорошая рыба. Это деликатесная рыба. Та самая рыба Камчатского края ждет покупателей с 24 по 26 декабря включительно с 10 до 19 часов на втором этаже торгового дома «Витязь» на Мелентьева, 9. Это вся информация на сегодня. Смотрите новости нашего города на нашем сайте kotlas24.ru, одноименной группе ВКонтакте и на Ютуб-канале. Всего доброго и увидимся. В пятницу 24 декабря в Котласе будет пасмурно, возможен слабый снег. Температура воздуха днем до минус 11 градусов, ветер южный 3 метра в секунду, атмосферное давление ниже нормы.